В центре гигиены идет подготовка к выезду на дезинфекцию. Чтобы надеть защитный костюм, нужно минут 10-15. Сначала комбинезон, потом бахилы. Тело должно быть защищено до миллиметра. В такой амуниции медицинские дезинфекторы отправятся в дом, где у одного из жителей диагностировали коронавирус. Его уже отвезли в больницу. Сейчас нужно обработать подъезд и квартиру специальным раствором. Всего такую работу в районе проводят три бригады, каждая из которых состоит из трех человек. На один очаг один костюм. Потом его нужно утилизировать. Сразу выезжаем, если квартира, многоэтажный дом. Мы подъезжаем к подъезду, начинаем обработку с входной двери. Сразу обрабатываем входную дверь, потом заходим в подъезд, обрабатываем все перед собой, передвижение до самой квартиры. Обрабатываем лестницу, перилы, стены, двери, лестничные пролеты, площадки и доходим до квартиры. В квартире обрабатываем входную дверь, заходим в квартиру и проходим по квартире, все полностью обрабатывая. Обработка домовой квартиры – не единственное направление работы эпидемиологов в пандемию. В любой организации создан запас Д-средств, антисептиков для обработки рук. То есть мы проводим проверки торговых объектов, детских учреждений. Обращается особое внимание на социальное дистанцирование, то есть это разрывы полтора-два метра. И если в квартиру дезинфекторы приходят только тогда, когда там есть больной, то подъезды антисептиком обрабатывают ежедневно. Это делают рабочие по комплексному обслуживанию зданий. Ольге Казуновой за день нужно дезинфицировать 14 подъездов. Справиться с каждым получается примерно за полчаса. Мы проводим дезинфекцию перила с верхних этажей обрабатываем, почтовые ящики, ручки. Первые этажи полностью мы делаем просто влажную уборку, тоже с добавлением дезинфицированного средства, полностью обрабатываем первый этаж, кнопки домофона, ручки входные. Людей на Ветковских улицах очень мало. Дождливый день и рекомендации без необходимости не выходить из дома делают свое дело. Но скоро потеплеет, начнутся каникулы, детям сложно будет усидеть в четырех стенах. Для того, чтобы гулять было безопаснее, специалисты раз в два дня обрабатывают дезраствором детские площадки. Скоро каникулы, значит, где-то проводить время, ну, чтобы не постоянно они находились в домашних условиях, поэтому обрабатываются детские площадки для их безопасности. И последний пункт путешествия по ветке – поликлиника. На входе, как и в гомельских медучреждениях, фильтр. Без измерения температуры и обработки рук внутрь не пропустили даже нашу съемочную группу. При входе в поликлинику каждому пациенту мы измеряем температуру, обрабатываем руки антисептиком. Для пациентов, которые не имеют с собой перчаток или масок, у нас есть маски и перчатки. То есть вы это выдаёте бесплатно? Да, бесплатно. И скажите, вы ещё фиксируете всех пациентов в журнале, да? Да, мы фиксируем фамилии, имя, отчество и температуру, которую мы зарегистрировали. За день в поликлинику обращаются около полутысячи человек. Это вместе с вызовами на дом. Лично приходит около половины. Если у пациента температура повышена, отправляют в специальный кабинет. При подозрении на заболевание пациентам делают экспресс-тест. Если он подтверждает наличие пневмонии, то для окончательного диагноза проводится анализ методом ПЦР. Его результатов нужно ждать не более двух-трёх дней. Пациенты, которые у нас проходят кабинет для температурящих пациентов, доктор там их осматривает, измеряет повторную температуру, уточняет анамнез этого пациента, проводит врачебный осмотр. В случае, если есть какие-то подозрения на коронавирусную инфекцию, через выделенную специальную зону пациент провожается в лабораторию и в рентген-кабинет, где выполняются ему исследования. Также есть возможность исследования экспресс-тестом, если у нас есть подозрения на пневмонию данного пациента. Если экспресс-тестом пневмония подтверждается, и пациент у нас имеет коронавирусную инфекцию, то эти пациенты у нас переводятся в организации города Гомеля. По оценке белорусских эпидемиологов, сейчас по заболеваемости коронавирусной инфекцией страна вышла на плато. С начала июня ожидается ее снижение. Марина Джала, Игорь Морищенко, Новости недели, Изветки.